и всем привет дорогие друзья меня зовут михаил продолжаем cruiser kings 2 за британ за короля теперь уже за короля нам объявили фу нет не нам объявили войну одному из наших союзников его вассал объявил войну и мы поддержали потому что он нам помог один раз в войне и мы тоже не стали отказываться правда счет уже в нашу пользу положительной так что мы при хотя и присоединились к войне у меня немного и знаете что пугает у меня маленький сын ему всего 8 лет сейчас а наш парень не сильно-то выдающийся полководец и мои правители до этого прохождения имели тенденцию погибать в битве и так то она в общем ничего страшного особенно да и кажется ли немножко герб изменили смотрите сейчас я про это расскажу вот в общем мне немножко стремно отправлять туда нашего короля самолично поэтому пусть вместо нас пойдет кто-нибудь еще кого высокий навык например вот этот мужик он хочет стать маршалом пусть его сглавляет а мы будем править тут вот так вот пусть двигает еще наша жена умерла крестовый поход на швецию да будет так крестовый поход мы хотели бы пойти в крестовый поход правда ведь а на каком основании как я и думал язычник это значит что по идее тот кто внесет больше вклад получит все вот эти земли довольно аппетитные куски надо сказать другой стороны здесь смотреть вообще там всего одно владение какое-то это расплюнуть я не пойду боевать туда слишком далеко так ну насчет гербов я хотел сказать у меня я включил когда игру перед записью у меня все гербов были черные и я нашел способ как это фиксить я знаю что не у меня одного такие проблемы были в общем на форуме один парнишин там тематический форум и один парнишин написал что в этом случае нужно зайти в мои документы ну мой компьютер мои документы найти там папку курседрикингс 2 что-то вроде парадокс интерактив курседрикингс 2 и там будет под папкой gfx если ее открыть вы увидите что внутри расположены данные отвечающие за флаги там несколько палитр и какая-то кодировка цветов которым присваивается в общем эту папку целиком нужно удалить и потом внести изменения в то в том же проводники в том же каталоге проводника где находится папка gfx там еще есть текстовый файл settings в нем вроде как нужно прописать разрешение 1023 на 768 и после этого перезапустить ну просто запустить игру и у вас должны появиться гербы я не стал изменять разрешение потому что на мой взгляд это не связанные вещи я вроде как оказался прав потому что я просто удалил gfx папку запустил игру заново и вуаля все гербы перекачались я говорю вот об этих вот значках вот тут в левом верхнем углу вот тут вот все 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 значки гербов и на карте тоже все это было черным вот так что если у вас такие проблемы были вы теперь знаете как их решить крайнем случае неизвестно с чем эти ошибки связаны но таковы имеется я знаю что не только у меня она есть то есть встречалась раньше меня не было но решение довольно на поверхности находится то есть там буквально по первой второй суки я уже нашел решение так у меня сердце вздрогнуло когда я увидел граула на выходящего из подземелья всего покрытого кровью грязью с ножом в руке пора его обучить как следует так и он стал терпеливым но хорошо ладно чем мой брат напоминает что я хотел дать ему землю хотел да хотел но братец я немножко передумал как бы я думал что я смогу за это время уже слепить сюда претензии и начать воевать но четко пока дело не идет а ему я ему отдам анжу нет анжу я ему точно не отдам ему это не понравится но я точно ему не отдам если я дам анжу то я рискую потерять герцесский титул потому что у него могут обзурпировать короче компьютер такой компьютер он возьмет и профукал потом урман где ему точно не отдам потому что я хочу сам управлять войной который тут будет идти ну и арене тут речь не идет вот так вот собственно да что еще почему я не хочу чтобы мой король возглавлял войска почему этот вдруг резко решил убрать его а и очень просто я просто перед серией посидел подумал немного и пришел к выводу что компьютер может подбросить такую подляну любитель подобное вытворять так мы тут вот тем не временем пришли надо бы пойти присоединиться к такую армия сождающий таким образом пусть они там ходят вот так что просто у короля понимаете почему я не могу рисковать у меня сейчас несовершеннолетний сын а мне 34 и вообще надо бы жениться я тут еще прикинул я говорил что я не хочу жениться но придется так что он хотел ограниченный авторитет короны дтд мне все равно как он там хочет авторитет ставить меня это мало интересует вот опять известный писатель хочет написать хронику нашей семьи я могу стать гордым и надо заплатить ему денег а можно его проигнорировать не будем его игнорировать пусть пишет тогда что давайте женимся наверное надо бы жениться возьмите амбицию прошло три года но тут уж сам бог велел коль уж так давайте женимся что делаем по рангу их отсортировать смотрим принцессы есть мэзи гальштейн далеко шваби о минутку графини арту а где-то 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 вот а во франции формально говоря фландрия конечно где этот арту а нет нам нужно бы конечно но зачем она мне там нужно далеко от этого нет не интересно это я видел что здесь опять все какие-то разборки у них на границе это меня не касается обуа кстати что было стал тоже независимым слушайте он так спокойно отдает землю нет немножко печалит еще меня очень печаль что у него все еще остались слабые претензии на наш титул вот когда он помрет я буду спокойно и уже смогу вводить войска сам если захочу но надо пожар руку на сердце у нас не такие уж и исключательные навыки так еще разочек заход номер два герцоги лига и штейна ты все очень далеко векса 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 это вот возможно все возможно хапнуть 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 у этого у нормандского герцога немножко его земли она совсем молода нам не катит принцесса священрибской империи принцесса священрибской империи они все какие-то злобные и жадные и все такое не так нам не катит это тупая и я принцесса арагона неплохо неплохо и молода и хочет заправителя все в принципе устраивает но скоро мы уже проднились с кастильским королем не хочется как-то влезать в этих разборки в испании они тут все родственники и все друг на друга ножи точат не хочу в это лезть можно продолжать родницы с кастильей еще есть венгерской вот принцесса кстати довольно неплохая но она завистливая принцесса леона навар и польша грузия галисия иерусалимское королевство богемская но это вообще уже еще и бастард где-то подождите мне здесь где-то попадалось лотаринги король принцесса лотаринги где это было еще погодите я и найду я понимаю что может быть не очень интересно но это нужно сделать а фикс не дайте время немножко пустим вперед больше кости лисиц или где он где он больше а и фиг с ней уж мы из всех кажется самое нормально это вот эта венгерская на довольно молодой мы сойдемся к тому же с венгерским королем мы уже родились это далеко и все будут довольны свадьба хей-хей так 23 золотых или 50 престижа 23 золотых денежки нам пригодятся так амбицию удовлетворили давайте возьмем следующую увеличить дипломатию тут все это наши победы победы давайте посмотрим а можно присоединиться к крестовому походу все-таки еще никто не присоединился и счет капает быстро в ту сторону так одного из моих соседей прибыл письмо так его очень тронули розы которые я ему отправил я тарел кому-то розы я же вам говорил или наконец-то они пригодились что что не совсем по давайте вот это выберем я не понял в чем суть но давайте выберем его потому что 50 благочестия конечно неплохо но так кто-то умер так мой сад радует мои глаза моя гордость и радость я в саду вообще готов торчать постоянно так до 29 июля 132 года и то есть на год я получаю трейд садовник и это дает на плюс два дипломатии а можно просто получить трейд садовник который нам постоянно дает управление лучше управление то есть как бы там можно было сказать что да сад наше все или можно было сказать да сад это круто но есть еще другие дела я поймал моего сына грала на лучше мне прямо в лицо опять и я по нему почти уже поверь а из-за него я чуть было не невинного слугу не отправил на казнь даже я поражен и он становится коварным но надо поговорить о честности вообще-то настал честным интригу минус 2 ну ладно я надеялся что мы сумеем как-то избежать получения какого-то трейдом так давайте вернемся почему почему где мои претензии я хочу претензию так кто-то умер маршал нашу мы мы назначим нового маршала кто у нас тут вот этот парень который возглавляет войска как раз стал маршалом и что-то у него сразу стало 9 вместо 11 ну ничего страшно слабая претензия до юра на мэн мой братец меня вообще не любит а если кто-нибудь кого вместо него можно назначить есть вообще-то смотрите сколько ребят у которых лучше трейд и чем у него так в районе есть две крестьянских семьи которые в общем заключены в этом низком сослове уже несколько поколений чего подождите я чё-то сам не понимаю чё чё я милючку какую-то а распри у них распри есть две семьи которые постоянно враждуют на протяжении поколений и сейчас конфликт уже достиг тех высот что его в общем знатные обсуждают и хотя это в общем все должно быть ниже нашего уровня интересов да то есть не королевское это дело но тем не менее это может быть хорошая возможность попрактиковаться в дипломатии и я положу этому конец помирим их и так мы призвали призвали две семьи в местной таверне чтобы с ними как-то договориться чтобы привести привести к соглашению они сели на рад за два разных стола по противоположной стороны от меня а я сел в середине и уж манипы принесли собой так один принес что вилку какую-то что ли живу курицу и что-то я не понимаю вообще в чем суть ну давайте будем взывать к их чувствую как-то сказать там русский как это сказать по-русски путаются все мысли в голове потому что чё по английски написано я понимаю а на русский как-то не сразу перекладывается в общем чё нам получил получилось не может это я начинаю словами что эти распри не могут продолжаться что вы хотите чтобы из-за как и вы более крупные феодалы тоже стали сражаться вместо того чтобы вместе стремиться к общему добру вы должны научиться вы должны научиться и они нас наорали в общем в наш шторм полетела курица затем они бросили до бросились друг на друга а мы оказались прямо в середине этой распри одежда летел в клочья в общем мне с трудом удалось выбраться из таверны а драка внутри продолжалась у меня хотя бы постарался и мы уже получили плюс 1 дипломатии так мы увеличили улучшили свои амбиции да значит удовлетворили давайте теперь по лучшим еще и обучение таким образом у нас все станет выше 8 или хотя бы равное 8 и это уже будет неплохо мы уже станем среднестатистическим персонажем оу смотрите-ка тут еще восстание вдруг обнаружилось или этот парень нас поддерживал войне нет нет так война закончилась и наши победили и хорошо новое решение доступно провести великий турнир ну 200 золота я бы потратил но давайте посмотрим по вассалам нам нужно улучшить с кем-то отношения вообще нет со всеми все в зеленом все нормально отправляем давайте теперь уж раз мы освободили войска давайте теперь присоединимся к походу и подвигли в ту сторону чё туда можно переправиться хоть как можно конечно же да нау английский король тоже пошел ну хорошо так что-то про святого августина давайте почитаем а можно время на фоне запустить нет нельзя жаль ну понятно в общем мы проникли с интересом к трудам святого августина я с жадностью буду углазать каждое слово действительно довольно интересные идеи в общем ладно а конечно время то я забыл запустить так как только мы закончили изучать все его эти книги это заняло многие многие ночи чтения так мы получили два обучения понятно к этому все и шло и им приди удовлетворили амбицию свою нет разве настало 8 все мы удовлетворили амбицию у нас новые какие-нибудь есть отозвать 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 и убить наследница баронство колет так мигну тучку моя племянница наследница баронство колет а это живот это баронство но точно а я ее передал кому-то там а мог бы передать теперь своему брату но я не буду убивать свою родню нет 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 тут у них что-то неразберих творится разборки непонятная вообще черная счета мужик тебя 22 ты что не можешь склепать претензии давайте сделаем это еще раз как у меня отношения со всеми хорошие давайте тогда изучать культуру дальше наш брат я не знаю может быть сместить его с этой должности пока еще не поздно так тут что такое папская армия вместе с английским тут по большей части английской конечно армии слабой претензии можно протащить ее сейчас на мэн пока вся его армия ушла знаете это кажется не такой уж плохой идеей но он в отместку конечно тоже может собрать войска еще дайте подумать не знаю не знаю не знаю почему говорит только одна одна из них слабая на графство dorset somerset глоустер а можно просто две юры протащить понятно и на все эти слабые в них нет никакого смысла а возможность появилась сейчас потому что мы во время ну как же свой найдет правильно я понимаю ладно не будем сейчас все это вылезать надо сначала дождаться пока король их король помрет у него есть дети же а кто наследник а это будет нечто смотрите а это священный ревская империя священные войны да там все повстанцем захвачено сразу же туда куда далеко пехать потому что тут уже все захвачено оттуда можно переправиться во 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 ща так и сделаем остров какой захватим вот этот например а захватишь тут его как же у нас всего 700 воинов нас очень мало ну погнали туда чё эти ребят не собирается не помочь я так смотрю моя жена беременна хорошо вы что дураки сколько нас тут почему они все стоят мы что не можем пойти попробовать отбить обратно а я понял почему они стоят они хотят чтобы он отбил обратно и можно они могли кто-то из них мог захватить так известный писатель хочет написать хроник нашей семьи я так понимаю да я знаю что я велик и требую уважения и становись гордым да у нас теперь тоже целая куча разных трейдов целый набор всякой чуши давайте поставим что-нибудь строится например деревня банджу я хоть что-нибудь строю ну так потихоньку да давайте наверное еще конечно тут поставим у нас вообще изучается хоть инфраструктура замков у нас изучается но скоро уже будет готова по идее у них дела обстоят медленно какой у нас счет кто больше всего внес я так понимаю английский король непонятно а нет датчане больше внесли 51 28 ну и дальше там все ничего уже вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот все это битва битва придем на помощь вот так вот пойдем преследовать их что ли у нас родилась дочь хорошо а кто осаждает мы осаждаем нет папа осаждает а все свалили ну и черт с вами ну черт с вами а я тут буду стоять так ну мой сын грал он спрашивает почему вы позволяете этим крестьянам чего а почему ты делишься с крестьянами ну потому что этот олень нужно им больше чем мне или доброе дело делает человека счастливым тут в общем оба варианта подходят да он стал добрым хорошо два слабых клейма так священная война кончилась мы победили и все это стало дание так то а можно тут сразу войска распустить нет тогда пошли пешком обратно то есть распустить то можно но только мы тогда потеряем что у нас тут новой возможность да про турнир опять мы можем посадить свою придворную на трон в шотландии на нормандии нет не хочу чтобы какие-то там зацепки появились у короля английского нет ничего этого не будет все же мне не дает покоя то У моего брата Пустивена, кстати, со мной налаживаются отношения. Давайте его женим еще. О, герцогиня Гальштейн. Неплохая, неплохая. Смотрите, какая она. Гений. Правда, гомосексуальная. Правда, но зато все остальные трейты у нее какие. Она хочет улучшить интригу. Проблема в том, что если я его туда отправлю, он может стать мне серьезной проблемой. В том смысле, он ей добавит единичку, конечно, всего-навсего в интриге. Но вместе они могут против меня что-нибудь замыслить. С другой стороны, союз герцогини Гальштейна. Впрочем, дорогой братец, давай это, дуй туда. Так, он уехал. Все. Вот мы и убили двух зайцев. Что называется. Во-первых, он, наверное, теперь к нам немного лучше относится. Правда, братец? Да нет, не сильно. Это, конечно, немножко опасно. Всегда есть риск. Но лучше пусть он будет торчать там, а мы здесь используем более... Вот этот хочет стать управляющим. У него будет теперь 21. Пусть он нам помогает строить. Наша армия сейчас вернется. Я думаю, я войну объявить не могу. Поэтому... Тоже не могу. А этому даже еще какая-то причина. А, он не независимый, а не это. Война у них кончилась наконец-то. Так, ну что, тут наши войска пришли. Давайте их распустим. И, наверное, на этом будем заканчивать серию. Сходили в крестовый поход, помогли союзнику. Женились еще раз. Отправили своего брата в места далекие-далекие. Гальштейн. Это вот тут. А где? Герцог, кстати. Погодите, погодите. Гальштейн же. Ну? Красиво. У-у-у-у! У нее, то есть... На самом деле она владеет только графством Курланд. Курляндия, то есть. ее титул есть на гольдштейн который держит одну часть держит весь гольдштейн сейчас я вам покажу подарить да юре вот какой то есть это священник империи это тоже это принадлежит королеве а это тоже принадлежит королеве так ну и хорошо тем меньше у нее власти тем дальше они от меня это хорошо вот такие дела спасибо что смотрели подписывайтесь если вам нравится оставлять комментарии лайки и все дела ну сами знаете с вами был михаил всем пока